Вопрос возврата исторических названий проспекту Фридриха Энгельса и площади революции вновь возник. На этот раз его затронули депутаты городской думы на комитете по законности, общественной безопасности и вопросам местного самоуправления. Мы на комитете исследовали проект решения внесенной администрации по переименованию. Пришли к выводу, что с юридической точки зрения вопрос проработан. Он вынесен на основании муниципальных правовых актов решения Ивановской городской думы об условиях и порядке переименований. И в том числе и положение о комиссии по топонимнике. Если у проспекта Энгельса поменяется название, то это не означает, что жителям в спешке придется менять документы. Старые и новые названия будут значиться как тождественные. Менее половины жителей улицы Якова Горельна до сих пор не заботились сменой документов. Многим нести изменения мешает только собственная лень и, конечно, отсутствие острой необходимости. Никаких вопросов не возникло у меня как у физического лица, как у гражданина города Иваново. Я, к сожалению, еще не поменял регистрацию в паспорте. Даже у меня стоит там штамп еще старой регистрации улицы Белевиков. Но, тем не менее, во все структуры, куда я обращаюсь с паспортом, где-то требуется. То есть никаких проблем не возникает. Это почта, это лечебное учреждение, покупка билетов за пределы Ивановской области. Никогда вопросов никаких не возникало. В случае, если депутаты примут решение о переименовании, а произойти это может 31 октября, то менять документы придется почти 3,5 тысячам жителей. Столько Ивановцев проживает на проспекте Энгельса и площади революции. Но чиновники уверяют, что дополнительных расходов горожане не понесут. В настоящий момент, действительно, все расходы, которые будут связаны с переименованием, будут возложены, естественно, на администрацию города Иваново, но ни в коей мере не на жителей города. И я знаю, что волнует вопрос, который связан с аншлагами. Естественно, все эти процедуры будут осуществляться также за счет средств администрации города Иваново, либо привлеченных вне бюджетных средств. Сложнее придется предпринимателям. На проспекте Энгельса и площади революции зарегистрировано почти 600 юридических лиц. Вместо положенных по закону трех дней на перерегистрацию документов, чиновники обещают дать бизнесменам два месяца. Такой договоренности планируется достигнуть госорганами. Похожим образом поступали власти Нижнего Новгорода и Петербурга, когда там зашла речь о возврате исторических названий.